Так, так, так. Да, вот есть такая тоже книга, надо будет нам ее тоже изучить. Джей Абрахам, автор «Как брать 93 рекомендации». Тоже надо будет. По-моему, она у меня есть, я вам ее потом вышлю. Так, что дальше? Дальше. То есть, нужно принимать участие в общественной жизни, да, города, к примеру. То есть, проводятся какие-то собрания, там, я не знаю. Вот у меня сегодня такая мысль возникла, там, надо в партию в какую-то вступить, потому что, ну, на самом деле, там очень много людей, вот, и вы с ними, опять же, знакомитесь. То есть, ну, знаете, да, наш бизнес, это, он основан на людях. То есть, нужно по-любому искать новых людей, знакомиться, с ними сдруживаться, общаться, вот. И когда вы с ними общаетесь, вы постепенно узнаете, что за человек, да, вообще, какие у него ценности, что ему интересно в жизни. К примеру, ну, я не знаю, там, какие он фильмы смотрит, допустим. Может, он смотрел фильм «Секрет», может, он сейчас что-то там визуализирует, ему машина нужна, да, или квартира, или еще что-то. Может быть, там, личностный рост интересует, может быть, бизнес. То есть, надо человека пробивать. То есть, задавать ему вопросы конкретные, открытые. Открытые вопросы, знаете, что такое, да? Открытые вопросы, это когда человек не может вам ответить, либо да, либо нет, он не может ответить. Ему надо что-то рассказать. То есть, к примеру, как он относится к фильму «Секрет», смотрел ли он фильм «Секрет» и как он к нему относится. Он должен рассказать, да, что он об этом думает. Вот, соответственно, то есть, нужно принимать участие во всех вот этих вот мероприятиях. Там, города, может быть, самому что-то организовать, да, то есть, там, в школах какое-то мероприятие, там, или лучше в институте. Организовать в институте мероприятие какое-то, там, не знаю, там, спортивное, да любое там. Ну, тоже, опять же, нам надо подумать на эту тему, да, вот это тоже вам задание, на какую тему можно провести мероприятие. Вот, для чего это нужно? То есть, когда вы будете проводить мероприятие, вас будут, опять же, запоминать, вот, и, между прочим, вы скажете, да, что спонсор этого мероприятия, там, компания Top Fusion, вот. Вот, и вы можете тоже, там, принять участие в этой компании, там, не принять участие, ну, к примеру, если вы хотите познакомиться поближе с нашей компанией, с нашей деятельностью, вот, мы продвигаем такие-то такие услуги, у вас есть возможность начать тоже свой бизнес в нашей компании, у нас есть партнерская программа, вот, приходите в офис такой-то, такой-то, ну, как бы с этим понятно. Так, 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 смотрите, еще, когда вы, к примеру, проводите какое-то мероприятие, тоже, вот, я сейчас об этом думаю, нужно будет этим заняться, то есть, можно проводить какие-то конкурсы, допустим, если это, ну, в школе где-то, вот, для детей проводите, да, то, опять же, там, дети пришли с родителями, вот, как можно собрать быстренько контакты этих людей, вот, вот, как, как вы думаете, да, вот, к примеру, там, 100 человек, у вас какое-то там мероприятие, вот, как быстренько собрать все контакты этих вот людей, как, как вы думаете, напишите свои версии. Да, у нас еще писать здесь не очень удобно пока на английском, будем надеяться, что с 1 ноября все будет на русском. Давайте тогда, чтобы время не затягивать, я напишу, я думаю, в принципе, вы тоже догадались, вот, просто можно провести какую-то лотерею, то есть, раздать бумажки, сказать, вот, напишите свой номер телефона и имя, и имя, там, ребенка, да, вашего, и опустите, там, в ящик какой-то, там, и потом, уже, там, грубо говоря, из этих всех телефонов, там, достать какой-то один и, соответственно, выдать подарок. Ну, у вас будут уже, там, 100-200 контактов, то есть, сами понимаете, от халявы никто не откажется, все, я думаю, поучаствуют в этой лотерее, вот, оставят телефоны. Так, 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 вот, еще классная тема, то есть, нужно вступать в какие-то сообщества, то есть, в пример, опять же, через интернет, или, ну, так, они не особо, конечно, их видно, да, вот эти всякие сообщества, но, наверняка, они есть, то есть, к примеру, там, денежный поток, вот, сейчас, часто, да, в игру играют Роберта Киосаки, по-моему, так называется, денежный поток. Вот, как взять контакты, ну, на бумажке они их пишут, на бумажке пишут контакты, вот, кладут в коробочку, где потом разыгрывается, как бы, приз, кто-то должен достать, вот, они сами пишут и кидают коробочку в лототрон. Вот, так, что вот так. Вот, по поводу, то есть, сообщества, посмотрите, да, какие есть сообщества в городе, то есть, ну, не обязательно, может быть, они какие-то сообщества, связанные с бизнесом, может быть, там, любое, я не знаю, посмотрите, может, какое-то, кстати, китайское есть сообщество, надо нам китайцев тоже сейчас очень активно рекрутировать. У нас, конечно, в Москве их там много, на рынках, в других городах я не знаю, как, вот, но тем не менее, то есть, разные сообщества на разные, как бы, темы. Так, с этим тоже понятно, да, вот, лучше, конечно, организовать свое сообщество, вот, и проводить там различные тренинги. Ну, можно не тренинги, можно, опять же, вот, игру «Денежный поток» организовать, да, то есть, я даже видел, некоторые делают за деньги, продают билеты, чтобы участвовать в этой игре мог человек. Так, 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 так. Значит, расширять нужно связи. Каким образом? То есть, опять же, какие-то проводятся конференции. Вот, очень важно не свои визитки раздавать, а именно брать визитки. То есть, когда вы, и при этом, когда вы берете визитки, вот, очень важно подписывайте карандашиком, да, где вы познакомились, откуда вы, ну, как бы, где встретились, на какой конференции, ну, чтобы потом, когда будет много визиток, чтобы понимать вообще, что за человек, чем он занимается и так далее. Так, бизнес-клубы, бизнес-клубы, да, бизнес-клубы лучше в офлайне где-то организовывать самим или находить, опять же, да, мастер-классы какие-то, платные конференции. Бывают, да, платные различные конференции тоже на тему бизнеса. Вот, но лучше все это, конечно, самому организовывать, вот, и, соответственно, там, раз, к примеру, в неделю проводить открытую такую презентацию. То есть, там, ну, люди, к примеру, будут просто собираться, ну, на какую-то тему, да, там, в конце недели, допустим, вы их приглашаете, там, на презентацию. Вот, кстати, лучше всего, вот, где можно вообще очень много взять знакомых, вот, искать, знаете, какие, вот, есть клубы такие, бег на шпильках, к примеру. Вот, ну, вот, не знаю, вот, есть такие клубы, или там, как быстро набирать смс за спиной. Вот, то есть, даже есть такие, вот, и если в такие клубы вступать, вот, то есть, можно за короткий срок найти, ну, там, тысячи, тысячи. Новых знакомых, друзей, и так далее. Как вам вообще такая вот тема, информация? Вот, то есть, надо, надо, как бы, креатив, креатив проявлять. Так, несправдите. Есть клубы, сто друзей, тоже нужно, можно организовать. Вот, и, соответственно, везде это нужно написать, что спонсор этого клуба, там, Токфьюжн, к примеру. Вот, ну, и все люди будут интересоваться, там, типа, что за компания Токфьюжн. Ну, там, вы уже сами знаете, да, что дальше делать. Так, обмен рекламами, то есть, это, ну, с различными заведениями, то есть, они, допустим, ваши рекламные, да, листовки рекламируют. Ну, где-то там лежат, допустим, на барной стойке, там, в том же ресторане. Вот, соответственно, их ресторан рекламируется у вас в офисе. Вот, то есть, такой обмен рекламой. Вот, тоже классная тема, попутная реклама. То есть, вы делаете такие красивые, прикольные визиточки. Вот, ну, опять же, да, тут должен быть такой, ну, текст. То есть, надо тоже над текстом поработать. То есть, просто, там, приглашение в бизнес, это уже не работает, да. То есть, нужно что-то конкретное, там, к примеру, получить свой подарок, сказав, там, какое-то кодовое слово. Позвони по телефону. Вот, ну, все, то есть. То есть, и вот эту попутную рекламу, такие стикеры, знаете, их можно клеить везде. То есть, там, в автобусе, в поездах, там, в магазин пошли, куда-нибудь наклеили, там, опять же, в ресторане, там, где-то положили листовки, да. То есть, везде, вот, попутная, ну, как бы она так и называется, да, попутная реклама, такие стикеры просто наклеиваете на стену. Вот, ну, естественно, желательно, это где массовое скопление людей. Вот, ну, такие они должны быть, естественно, симпатичные. Вот, и текст, очень важный текст, правда. Так, потом, что, что, что еще? Смотрите, еще такая фишка тоже. Нужно попробовать нам сконтактироваться со средствами массовой информации. То есть, есть очень много программ различных, там, местных в городе, вот, которые, ну, проводят, там, на разные тематики. Ну, типа, ток-шоу. Вот, им постоянно какие-то люди требуются, вот, именно, интервью взять, там, там, рассказать о чем-то, да, то есть, может быть, на тему MLM. То есть, вот, видели, наверное, да, у Нестеренко есть такая программа MLM-фактор. Вот, то есть, он через нее очень классно пропиарился. Вот, поэтому, вот, в идеале нам, конечно, тоже это бы сделать. Вот, как это сделать, очень просто. То есть, вы пишете резюме свое, то есть, о том, чем вы занимаетесь, кто вы, что вы, да, чем вы можете быть полезны, на какую тему вы можете пообщаться. Вот, да, ссылайте во все, там, радио, там, телевизионные каналы. Вот, это нужно делать раз в три месяца, вот, и, естественно, когда-нибудь вам позвонят, вот, предложат поучаствовать в интервью, вот, естественно, вы скажете, да, с удовольствием, вот, только вы мне пришлите вопросы, чтобы я мог подготовиться, вот, ну, а когда придете на передачу, к примеру, да, скажете, что единственное условие моего участия, это вы мне должны дать запись, вот, потому что я потом ее выложу в Ютуб, где сто тысяч человек, соответственно, увидят эту передачу, вот, ну, они, естественно, обрадуются, вот, и скажут, что, ну, тогда вообще было бы замечательно с вами записать индивидуальный интервью. Вот, так что вот тоже такая классная идея, вот, что еще, что еще, выставки различные, ну, это, в принципе, да, относится к общественной жизни, то есть, нужно посещать различные выставки, в принципе, на любую тематику, вот, там люди тоже охотно общаются с другими людьми, вот, опять же, можно взять визитки, ну, и так далее, тому подобное, вот, ну, и такой, наверное, заключительный, то есть, давать нужно объявление о бесплатных консультациях на тему, допустим, бизнеса, на тему планирования, там, я не знаю, на тему достижения целей, то есть, ну, проводить такие консультации бесплатные. Так, 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 ну, то есть, да, вот, даете бесплатные консультации, вот, соответственно, человек видит вас в специалиста, видит вас, ну, вообще, в принципе, хорошего человека, да, вы уже располагаете, вот, ну, и, соответственно, вы можете, как бы, этого человека пробить, вообще, что ему интересно, интересна ли ему тема бизнеса, вот, после чего вы, соответственно, предлагаете ему посетить презентацию, вот, ну, а потом уже закрытие сделки, то есть, вот, в принципе, наверное, все на этом, вот, напишите, значит, в чат, в общий желательно в чат, что нужно выслать, вот, и я вам вышлю по поводу книг, и вот, о чем мы сейчас говорили, в принципе, могу написать еще для повторения все вот эти пункты, которые мы проговорили, вот, все тогда, ребят, в скайпе буду попозже, вот, всех люблю, всем желаю удачи, успехов, все, пока-пока, до новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok